Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаем рассматривать выбор сортов. Вчера я говорила о том, как вообще выбрать сорта все, но для своего огорода. Там открытый грунт или в теплицу, зависит от региона, от вашей занятости, как вы сможете ухаживать, все. Потом я рассказывала, как выбирать сорта томатов в теплицу. И говорила, что мы ничего не исключаем, опять же, не исключаем вашу занятость, регион, все это. Но тут добавляется еще то, что условия тепличные и что там люди делают по-разному. Кто-то одни индотерминатные выращивает, кто-то выращивает для раннего урожая, все. Сейчас я расскажу, какие сорта я выращиваю в теплице, какие идеально подходят для теплицы. Но тут я должна сказать, что я вот сейчас покажу вам картинку, я еще два года назад, по-моему, рисовала. Тут зависит опять от того, как вы будете. Вот у меня, когда была единственная теплица, у меня было так. У меня вот здесь были вот эти, которые для раннего урожая, совсем маленькие, тут повыше. Я соблюдала принцип ступенчатости, и все вот эти индотерминатные были здесь. Я сейчас скажу, какие я выращиваю индотерминатные. Есть у меня видеоролики, самые-самые высокие, какие я выращиваю. Это, конечно, юбилейный Тарасенко, Штраух, Дебарау я выращивала. Эти сорта, они считаются такими, как... Это не те, которые вот огромные мясистые на салат, но они считаются идеальными для теплиц. Почему? Потому что они очень-очень высокие. У них вот это много-много-много бесконечное количество кистей. И если позволяет погода, если осень продолжительная, теплая, то они дадут вам оглушительный урожай по количеству, вот масса. Масса плодов будет очень большая. Эти же самые сорта, они хороши для хранения, они хороши, как засолочные. И вот их люди высаживают именно для того, чтобы осенью, вот это вот продолжительное такое плодоношение, чтобы осенью во время засолки были вот эти сорта. Эти сорта, они не крупные, но все вы знаете. Дебарау, юбилейный Тарасенко, Штраух, он немецкий, он не очень у нас как распространен, но он очень хороший. Именно вот такой, с твердой кожицей. Это одна группа. Если вы, например, увлекаетесь консервированием, в теплицу такие сорта высаживать нужно. Вторая группа, тоже высокие, но только крупноплодные. Я их тоже выращиваю. Это у меня растет ботяня, например. Потом ботяня, он очень высокий тоже, он до двух метров и выше растает, но у него уже плод сердцевидный, розовый и крупный. Он поражает вот такой, своей крупнотой, крупностью, не знаю как правильно, своим размером поражает, короче. Это ботяня. Он тоже двухметровый. В этом году у меня очень хорошо показал себя в теплице Вова Путин. Он уже не сердцевидный, он такой круглый, он тоже крупный. И он тоже до самого-самого поздна, до поздней осени давал вот такие огромные. Он даже сильно-то не измельчал. Он вот шли и шли и шли вот эти крупные томаты. Потом, очень хорошо показал себя чудо земли. Это вот крупноплодный такой. Он не сердцевидный, он такой плоский, тоже розовый, ярко-розовый. Сорта вот эти, которые не мелкоплодные, а вот которые крупные в теплице, их можно вырастить, ну как много сортов, любые. Я сейчас только называю те, которые я выращивала, но вы можете любой посадить. В теплице растет все, если честно. Не очень мне понравилось в теплице нынче клубнички. Клубничное дерево и клубничный десерт. Все прекрасно, много плодов у них, все они хорошо дали, вкусные. Ну они такие там огромные. Они вообще, они во-первых, ну дерево, оно и есть дерево. Вот как называется клубничное дерево, оно вырастает и туда до потолка. Оно такое, как много у него вот этого всего. Ну мощное, короче. На будущий год вот эти все клубничные я выгоню из теплицы. Они во-первых другим загораживают, вот так растопорщатся во все стороны. Они у меня, я же высаживала нынче и там, и там. Раз они прекрасно вызрели у меня на улице, я не буду занимать место в теплице. В теплице выращиваю всегда, вот уже несколько лет, казанова. Тоже прекрасно растет, он высокий, он под самый потолок, 2 метра. Но казанова в теплице мне тоже меньше нравится выращивать, чем на улице. Почему-то на улице он, не знаю, в прошлом году в теплице, когда установилась жара, такая жаркая-жаркая погода, он начал крутить листья, вот эта кучерявость. И когда писали зрители, что это возможно заблудливание или нет, я сразу сказала, это от жары. Как только жара спала, установилась нормальная погода, листья все развернулись чудесным образом, и все. Ну он, короче, капризничает в теплице. То ему жарко, то ему высадило рано, ему, вероятно, недостаточно тепло, он долго стоял в одной паре. На улице у меня получился лучше, но все-таки этот сорт позиционируется как тепличный, прекрасно растет. Прекрасный идеальный сорт для теплицы – абаканский розовый. Абаканский розовый выращивала много лет в теплице, но потом, когда я поняла, что он прекрасно вызревает у меня в открытом грунте, я его тоже выгнала, не стала выращивать. А вообще, это сорт, он везде пишется, что это тепличный сорт. Если вы подбираете сорта для теплицы, абаканский розовый идеально, сердцевидный, розовый, вкусный, очень хорошо растут в теплице все вот эти наши оранжевые, вот эти лакомства, так сейчас скажу, медовый король, медовые, оранжевый гигант. Они почему-то в теплице получаются, мало того, что они сладкие, крупные, они получаются такие декоративные, прям, ну как, очень красивые, аккуратные. На улице все равно они немножко, там, то ветер, то град, то какие-то всякие катаклизмы природные. Вот оранжевые очень люблю выращивать в теплице. Потом, что еще в теплице? Нынче сейчас пройдемся так, так, так. Забыла. А розовый мед? Розовый мед в теплице получается и пудовик. Они, хотя заявлены же у нас производителем не индотерминатные, а детерминатные, но они высокоруслые. Они вообще метра полтора вырастают в теплице даже до двух, ой, до метр семьдесят. У меня до двух метров не вырастали. Они как раз вот те, и сюда же любимый праздник можно причислить, это те самые, которые дают крупные розовые томаты, которые не вырастают, как бешеные до потолка. У них заявлено полтора метра высота, но в теплице они чуть, конечно, удлиняются, ну, метр семьдесят, ну, может быть, с меня, может быть, чуть выше. Но у них нет проблем с верхушкой. Они верхушкуются сами, вот эти детерминатные. Они высокие, они урожайные. Их много-много-много. Ну и, короче, все перечислять не буду. Я скажу одно, что если сорт индотерминатный, или детерминатный, но не тот, который коротышечка, а вот указан метр двадцать, метр пятьдесят, а бычье сердце тоже в теплице выращивало очень хорошо, их все можно вырастить в теплице. Все они там дают прекрасный результат. И если вы, например, как принадлежите к той группе огородников, которые хотят занять все пространство теплицы, которые короткие и не хотят детерминатные высаживать, как говорят, что нерентабельно, много воздуха пустого там, обогревает солнце, что нужно использовать все-все-все, то можете подобрать вот любой из этих сортов, и даже те, которые я не называла, просто если вы читаете, например, индотерминатный, высокорослый, даже если не указано, что он для теплиц, они все подойдут для теплицы, потому что все вот эти сорта, они специально выведены, чтобы как можно дольше рос их стебель, как можно больше кистей он образовал, как можно больше дал вам урожая. Выход с них самый-самый огромный, самый большой вот с этих высоких. Что они мелкие, как я вот называла, штраух и юбилейный Тарасенко. Может быть, помните осенью, когда я показывала штрауха, уже я все убрала, а штраух был весь увешан этими кистями, и несмотря на то, что плод у него небольшой, по массе, по выходу, он даже превосходит некоторые крупноплодные. А, еще забыла сказать, бекалоры прекрасно, вот эта вот загадка природы выращивала в теплице, дает огромные вот такие плоды, но так как загадка природы хорошо растет на улице, я ее теперь выращиваю на улице. Потом еще что хотела сказать, а, я начала, что если вы сторонник выращивания только вот таких высокорослых, выбирайте любые, у которых на пачке написано индотерминатный, даже если не указано, что он тепличный. Но вообще, в теплице можно посеять, ну, посадить, высадить и вырастить любой сорт, даже если он написан, что для открытого грунта, но я замечу вам, что томаты, которые специально выведены для открытого грунта, которых много лет специально принудительно адаптировали к холодной погоде, ко всем этим, к таким, к продолжительным периодам похолодания, если вы их поместите в теплицу, им может не всегда понравиться. Я в прошлом году посадила таймыр, я подробнее расскажу в отдельном видео, как ведут себя томаты со снежными названиями в теплицах. Скажу сразу, что они дают в теплице урожай меньше, чем в открытом грунте. И некоторые сорта, возможно, не нужно принудительно туда запихивать, вот эту в жаркую духовку, им там не нравится. Ну все, до свидания. Эта тема закончена, мне пришло сегодня несколько вопросов, несколько вопросов. Сейчас дальше буду рассказывать про два томата в одну лунку, очень люблю эту тему, и многие люди снова интересуются, тот, кто в прошлом году, возможно, не успел услышать все. Сейчас буду все подробно рассказывать. Все, до свидания. Продолжение следует...